У нас на яхте всегда так. Находится, казалось бы, какая-нибудь очень легкая работенка, которая рождает за собой череду очень сложных, непохожих друг на друга дел, и за производством которых пролетает неделя. Вот сегодня я расскажу, к чему привела капелька воды, упавшая на мой ноутбук с потолка. Дожди прерываются лишь изредка. Капелька капнула на компьютер мне, ровно вот здесь у меня рабочее место. Это я так компенсировал недостаток освещения таким фонариком, бывшим подводным, у которого сломалась крышка. Тут лючок, тут есть доступ к проводам на радар, но я не знаю, как этот лючок открывается. Никак у меня не получается, поэтому я сейчас буду снимать, наверное, весь потолок. Каждая из этих рейчек отклеивается. Она просто на обычных липучках. Вот здесь уже видно, отклеенная рейка и саморезики. Вот она, сушится эта крышка. Фиг ее достанешь, не разбалкив половину крыши. То ли ржавая, то ли горелая. Непонятно в колодке. Я так понимаю, что вот это радар. Вот его и надо будет звонить, ковырять, проверять. Короче, тут ужас. Тут мокро. Хоть всю крышу разбирай и сиди под стекловолокном. Я продолжаю сушить снятые, разрушающиеся от влаги панели и разбирать потолок. Вот сколько капель. Красивое, но жутко страшно. Это тихий ужас. Здесь всего два месяца. Да, страшно представить, что случится с лодкой. Потому что от вот этой бесконечной сырости везде все разбухает, все разрушается. Я не удивлюсь, если это зима в Черногории, нам потом очень дорого обойдется. Да, да. Побоялись идти в Турцию? Расплачиваетесь. Мы уже сто раз пожалели, что мы не попали. Будет нам хорошим-хорошим уроком. Сейчас все буду здесь чистить. Это оказалось соединение не подгоревшее. Это всего лишь ржавчина. Поэтому он не работает, скорее всего. Здесь вроде провода нормальные. А вот коробочка Берингжи написана на ней. Видимо, это на ветроуказатель, на мать что идет. И здесь тоже влага. Но ничего не ржавое. Катей, вот ты увидела внутри нашу лодку. Дико видеть, нет? Конечно, дико. Спрессованное сено. Опорки просто доска, которая промокла насквозь. Тут вот соплями чуть-чуть примазали. Пластилином. Пластилином соплями, да. Тут еще сено чуть-чуть добавили. Глаза смотри, чтобы не попало это сено. Часаться будет. Протянули какие-то провода сюда. Здесь вот установили просто металлический каркас. Привинтили болтиками. Здесь еще доску понапихали. И все. И все. И все это стоит тысячи тысячи евро. Да. Поэтому, может быть, мы сами построим. Может быть. Как бы нам бы эту просушить без начала. Как выглядит это все очень ненадежно. Ну, это же крыша всего лишь. Она не должна быть супернадежной. Это все нормально. Причем, как только мы сняли вот это перекрытие, здесь сразу же стало холодно. Сейчас просушим все обратно, соберем. Задумайтесь, задумайтесь. Кто же сделал девятиэтажка? Небезопасно. Ну, не знаю, не знаю. Смотря, где она. Если это девятиэтажка в бухте огилась, тогда может нормально. А если впутала? Как от взрыва газа проваливаются этажи, это тоже небезопасно. А где же безопасно? Где безопасно? Нигде. Нет безопасности. Наша жизнь очень короткая и очень хрупкая. Поэтому нужно успевать. Чего успевать? Наслаждаться в момент. Ты пошла наслаждаться? Да. Там же холодно. Подписчики летят, подписчики. Отводи Гиг, пусть садятся к нам. Вот сколько воды удалось собрать с потолка. Сейчас вот там разберем потолок. Вот этот, чтобы вот эти гадости отскребать, попробовать на снятом потолке. Да, нам кто-то писал, что кто-то этот чайный пакет откидывал. Это клей, который уже всяческими методами мы пытались и растворить, и очкилявать. Это варвары проводку-то приклеивали. Он просто вот намертво присобаченный. Вот сейчас мы будем что-нибудь думать, как это все растворить, оторвать. Вот так страшно наш подволок выглядел. Какие-то варвары сюда что-то на клей наклеили. Сейчас я буду что-нибудь с ним делать. Потолок высох и побелел. Ну, раз уж нет подволок, врежем сюда дополнительные светильнички. Вот такие красивенькие. Для этого взял у Юры короночку, попросил попользоваться. Ну все, работа готова. Вот такие два глазка светильничка будут вот здесь. Осталось только найти степлер, чтобы вот здесь кожу эту закрепить. Чпуньк, чпуньк, чпуньк. И соединить провода, и будет у нас светло. Короче, эти залипухи, это был какой-то ужаснейший клей. И ничего лучше, чем срезать его, мы не придумали. Хотя бы так сильно в глаза не будет бросаться. Потом придется покупать кожу такую и перетягивать. Это, ну, потому что это срам. Варвары на чугели. Будем ставить. Здесь все хорошо. Здесь почему-то было сухо. Все проклеено, все отлично. Вот так на саморезе где-то все и крепится. Чпуньк. Чпуньк. Проверка. Да, мой. Сейчас гардину бахнет. А, вот сюда, в три штучки. Вот такая у меня отвертка. Да, по сути, самодельная. Это удлинитель и адаптер для шуруповерта. Сбитый. Есть. Чпуньк. Чпуньк. А здесь просто на липучке. Надо было, блин, так падлой клеем замарать. Мне нравятся такие декоративные вставочки. Красиво. Чпуньк. Ну все. Красота. Эти штуки убрали. Сопли проводов здесь убрали. Может, какие-то наклейки сюда наклеить. Подумаем. После того, как я сделал новые отверстия для таких глазков, кожа торчит. На этих старых глазках кожа перебита степлером. Степлера у меня нету. Поэтому будем все это на термоклей сажать. Ну что ж, поехали. Я думаю, должно лежать нормально. Ну а чем их еще клеить? Я вот думаю, еще, может быть, сам светильничек проклеить. Там все равно конденсат какой-то образуется. Все. В этом светильничке лампа не меняется. Поэтому он такой дешевый. Ну, я про запас наберу несколько светильничков. Там светодиодная лента. Не знаю, на сколько его хватит. Может, на год. Потом просто поменяем, поставим сюда новый такой же светильничек. Слушай, нет, дурацкая идея. Если эта штука будет греться, и вторая. Пока я всего два глазка решил ставить. Может быть, потом поставим еще? Да что хватит? Ведь мы еще светодиодную ленту будем ставить. Уже не в потолок, а здесь. Потом увидите. Ой, кажется, кончился. Карандаш. Не додавливает уже. Как-то так. Проверим, насколько они будут греться. Когда я первый раз включал эти лампочки, они очень сильно нагрелись. Градусы до 60-70, наверное, даже. Теперь холодные. Вот сейчас я повешал здесь обогреватель. Сушил места входа проводов в мачту. И все сикофлексом там бахнул. С праймером все как положено. Вот здесь, кстати, все это выглядит так странно. Я понимаю, что под мачтой нужно усилять. Стекломатом. Все это как-то пустарно все выглядит. И вот здесь из всех проводов, как выяснилось, течет вода. Все это я сейчас на новый герметик посажу. Прежде чем ставить обратно панели. Зашла? О, зашла, все. Вот у тебя как раз один болтик торчит. Просто попасть туда сильно не попадаю. Здесь так криво зашел. Так это хоть как-то зашел, то хорошо. Они криво все и были. Ой-ой-ой. Тут можно вообще пальцы прям прищемить. Давай я. Нет. Так, готово. Мне этот гораздо больше нравится. Да. Рассеянный свет. Не видны сами светодиодики. И самого дизайна такой полоски. Так. Давай следующую ставить. Дальше на трогу вставляем. Давай центральный. Конструктор мега. Ну я вставлю. Вытягивай. На, вставляй. Казаться, ты не так просто. Все не так просто, как кажется всегда. Тугое просто. Идеально размер. Да, все-таки можно пятый и шестой. Нет, шестой нет. Ну, лучше, чем было у любых. Ну, конечно, лучше. Ну, пятый, пятый светильничек надо делать. Хотя, с другой стороны, когда мы кинемся, это диодные ленты по краям лодки. Вот тут, под этими, за рейлингами. И пятый, может, и не пригодится. Они хоть и энергоэкономичные, но все равно будут жрать на якорных стоянках электричество. А у нас пока вообще солнечных панелей нет. Три позиции неохота. Надоело. Уже сколько? Неделю все это на разок. Такие недели, два дня. Я все замазал праймером. И тут четко видно три отверстия. А вот здесь даже саморез торчит. Вот оттуда влага и пробивается. Это, видимо, просверлились сначала. А потом туда загнали саморезы. С той стороны такие, типа, герметичные шлюзики металлические, металлорезиновые стоят. И вот это их крепежи. И вот через них сочится вода. Я думаю, они использовали герметик, когда их ставили. Ну, от старости, видимо, начало пропускать. Все, все, все это замажем сикой сверху. По-моему, их, конечно, надо снимать и заново все крепить. Вон, смотри, какую штуку оторвало. Сикафлекс пролежал три месяца. И весь засох. Баллон это еще нормально. Вон идет. Но носик весь засох. И здесь вот баллончик под засох. Наверное, нужно было перчаточки одевать, да? Как всегда. Я прям сику не жалею. Толстым слоем. Поживней и помочь. 80% успеха любого дела, это правильная подготовка. Вот у меня с этим большие проблемы. Сейчас с теорией все замечательно. А как дело до дела доходит, так все забыл. Хватает. И пальцем мажет. Праймер намазал, перчатки не нашел. Сикафлекс не проковырял. А праймер там уже сохнет. Теперь вот все пальцем буду мазать. Словлю волну хейта. Дело будет сделано. Вода не будет течь. Это самое важное. Ну, конечно, некрасиво все. Все скроется, все не видно будет. А тот, кто потом будет лодку покупать, не будут знать, что там под этим сикафлексом. У нас видеопруфы есть. Всего. Всех работ, да? Ну, все. Вот, смотри, пять каких залипух. Напрашивается выраженица срали-мазали. Есть такое выражение? Простите. Да. Не слышал? Сейчас все снимаем и клеим все заново. Все пять штучек. Вот весь старый силикон пытаюсь оторвать. Вон, видишь, шметки. Потом я тебе попрошу что-нибудь мне дать, чтобы я сразу складывал туда всякую гадость. Сюда я болтики складываю, а сюда буду мусор складывать. Тяжело подлезть в некоторые места. Вот так вот я все буду, видишь, отрывать, все четыре, все разбирать. Вот это уже очищенное полностью. И все пять, остальные также будут очищены. И все будет загерметизировано новым герметиком. Единственное, что мне не очень нравится, это то, что новый герметик будет черным. Попробую скотчем все защитить. Симпатично будет. А что поделать, зато герметично. И в глаза будет бросаться. Будет герметично зато. Слушай, не под все болтики. Как я вот эти буду откручивать, я не понимаю. Ты что, нет такой отвертки? Нету. Все, я дальше не могу открутить ничего. Похоже, что вот это останется старой. Я ее замажу, все побольше, все. Вот это я сейчас как-нибудь еще оторву. Она так хорошо сидит, крепкая. Может, и не стоит ее откручивать. Просто сюда силикон новый забить. И вот в эти отверстия. Вот эти две, вот они и текут. Вот эти две непосредственно. Ну, может, тогда вот эти не трогать. Ну, сколько я сейчас могу открутить болтиков, хотя бы в болтики загоню и в верхние крышки. У нас сегодня солнечный денек. Как обычно, сразу же все выносится наружу. Сушиться, стираться. Пакет вон какой-то придумал. Так вот колхозим. Колхозим, тихонь. Сегодня, может, стримчик запустим? Спонтанный, как любишь. А что мы будем рассказывать? Ну, так пообщаемся со зрителями. Сейчас подумаем. Давай. Обратно я все проковырял. Ну, да, щели тут прям нормальные такие. Сейчас все это загерметизируем заново. Мусора много. Уф, ненавижу сикафлексные эти работы. Но вроде все готово. Подготовлено. Сейчас обезжириваем и вклеиваем. Я внутри снова все бахнул черным сикафлексом. Страшным черным сикафлексом. Вот так вот получилось. Тут немножко уже подсохло. Не успели очистить. Потом отдерем все эту мелочь. Защитил провода от солнца. Ну, проверим. Будем ждать дождя. Теперь следующего. Вот прошли сутки уже. Как идет дождь. Что выясняется? Видишь, капельку. Вода стекает не только через места, где провод входит наружу лодки, но и по оплетке провода по внутренней. Это просто жесть. То есть внутри, внутри вот этой внешней оплетки течет вода. И выходит сюда. Ужас. Вот такой сегодня тепленький денек. И это что? Это значит, что нужно разобраться вот с этой фигней сей. Вот два провода. По одному из них стекает вода. Сейчас мне нужно выяснить, куда какой идет. Я просто сейчас включу сначала верхний огонь на мачте, потом средний, ходовой. И пойму, на каких проводах есть напряжение. Будет сразу ясно, насколько высоко мне нужно подниматься. Навесил. Сейчас все буду сушить обогревателем. Определил, где какой и подписал. Нам нужно на Муринг Лайт подниматься. Это самый-самый топ мачты. Для этого сейчас мы с лыгстарой говняный гитоминант снимаем. А Юра, у него есть запасная веревочка 50 метров. Хорошие двенашки. Сейчас мы взамен моего старого топинанта проведем. И я погнал наверх. Никогда еще в этой мачте не было такой дорогой веревки. Я почти уверен. Я думаю, ей очень приятно. Вот он и приехал. Кончик. Это очень страшно. Сюда хочется лазить как можно меньше. Я здесь замазал, но вообще не понимаю. Тут же стоит еще крышечка пластиковая, она у меня в кармане. Как сюда попадает вода, если здесь есть пластиковая крышечка? Это вопрос. Ролики уже тоже трескаются немного. Ладно, хорош, надо валить. Все, герметиком заделали. Спускаемся. Ребята, спустите меня, пожалуйста. Я вам шоколадку дам. До радара меня хотя бы опустите. Это мой топинант. Топинант это такая снасть, которая держит ног гика. Вот это алюминиевые балды. Там сейчас можно наблюдать такую синюю веревочку. Юра мне дал, чтобы я поднялся на ней. А мой старый топинант, то, что было внутри мачты, выглядит вот так, как новенький. А то, что было снаружи, за много лет покрылось плесенью и грязью, и было дубовое. После суток отмачивания в пресной воде он стал мягеньким. И вот это я просто в пресной воде вот так вот его делаю, и уже четвертое ведро, и грязь все еще не уходит. Позже я куплю сюда веревку, когда встречу не очень дорогую, но нормальную. И буду на ней потом подниматься на мачту, чтобы паруса не скидывать. Вот, потому что дополнительные веревки, чтобы провести в мачту, нужно покупать еще и стопора, облачки, очень дорого. А так всего одну веревку можно отделать за 50 еврами. Но пока вот этот старый топинант немного почистим. Топинантик снова в мачте, более-менее мягкий стал. Раз уж пошла такая пьянка, наверное, сейчас я еще вот эту веревку, вон она сгибается, и вот обратно вообще не возвращается. Сейчас я ее сниму, тоже попробую отмочить и померить. Может быть у меня вот с той длинной закрутки еще останется. Вот так вот должна выглядеть оттяжка гика. А вот так она у меня выглядит, елки-палки. 13,3 метра, надо новую купить и заменить. А пока я эту сейчас почищу, отмочу. Пока старая заплесневевшая оттяжка гика отмокает ведре, я решил полазить по рундукам и нашел там вот такую же веревку. Не, она не такая же, она чуть дольше, толще. Та восьмерка, это десятка. Но идеальная длина, один в один. Может быть они для этого ее и подготовили. Вася научил меня, как это делать. Оказывается, нужно намотать изоленту и потом по изоленте разрезать. Вот. А потом мы это все горелкой заплавили. Но я же помню, что делаются марочки. И я решил немножко погуглить, посмотреть, как это делается. И сплел вот такие вот наконечки, на конецах марочки. Первый блин, конечно, комом. И я вообще сам не понял, как я это сделал. Ну, вроде получилось. Наверное, видно будет, какая зеленая вода. Ужас. Не стал я ставить эту 10-миллиметровую веревку, а поставил обратно восьмерку почищенную. Почему? Потому что... Ой, ой, ой. А, поцарапался. О, что это торчит? Нифига себе. Похоже на металл. Очень больно. Сейчас это все срежу. Так вот. Почему я не стал? Потому что здесь нет никакого, никакого отверстия, которое может принять в себя 10-миллиметровую веревку. А восьмерка вот проходит и буллинка завязана. Можно было бы, конечно, там рассверлиться и поставить десятку. Но нафига это надо? Пусть пока эта восьмерка стоит. Она, в принципе, нормально. Отмылась еще, походит она. Потертая немножко. Но поживет. Еще поживет. А я здесь все как попало, конечно, как всегда. Но заклеил скотчем. И хочу еще раз все это сверху промазать. Не хочется мне все это разбирать, разбалчивать. Просто промажу. Ты что здесь делаешь? Жутите. А вы что здесь делаете все? Получилась вот такая вот ***. Я сейчас еще это подправляю, сижу. Подмазываю. Но в целом, конечно же, мне это не нравится. Но что поделать? Я прям не знаю, как все это замазать реально. Мне тут Дмитрий советовал сырую резину, которая самую вулканизирующуюся внутрь напихать. Будем посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok